Друзья, привет! Сегодня готовим очень необычный салат из крабовых палочек. Он у нас будет в форме настоящих тюльпанов. Этот салат простой, вкусный, но настолько красивый, что его точно можно подать и на праздничный стол. Ваши гости точно удивятся и спросят у вас рецепт. Ну что, давайте начнем. Для начала нам нужно найти и купить помидоры в вытянутой форме, чтобы по форме они были похожи на настоящие тюльпаны. Затем на помидорах делаем сверху крестообразный надрез и аккуратно с помощью чайной ложечки вынимаем мякоть. Дальше мы эти помидорки будем фаршировать салатом, поэтому важно, чтобы снаружи помидоры остались целыми и красивыми. Кстати, будет смотреться здорово, если помидоры у вас будут не одного цвета, а разных цветов, например, оранжевые и красные. Как будто бы настоящий букет тюльпанов. Вот такие помидорки у нас получаются. Мы убираем их в сторону и займемся непосредственно салатом. Берем крабовые палочки и нарезаем их на небольшие кубики. Крабовые палочки, конечно же, нужно выбирать качественные, хорошие и предварительно их разморозить при комнатной температуре или в холодильнике. Ни в коем случае не в микроволновке и не под горячей водой. Делайте это заранее. Если вы собираетесь завтра готовить салат, то достаньте сегодня крабовые палочки из морозилки. Дальше берем сваренные вкрутые яйца и тоже мелко их нарезаем. Яйца тоже должны быть комнатной температуры или из холодильника. Ни в коем случае не горячие. Режьте яйца так, как вам удобно. Можно это делать ножом, а можно специальной яйцерезкой. И дальше нам понадобится сыр. Сыр берите любой, какой больше любите или какой есть у вас в холодильнике или в ближайшем магазине и натирайте его на крупной терке. В идеале, конечно же, взять пармезан. Но и самый обычный сыр, даже российский, даже костромской, сюда точно подойдет. Теперь берем глубокое блюдо и соединяем в нем все ингредиенты. Это крабовые палочки, яйца и натертый на терке сыр. Дальше салат нужно посолить и поперчить по вкусу, если вы это делаете, и заправить майонезом. Майонез, конечно же, лучше всего брать домашний или хотя бы магазинный, но точно хороший и качественный. И важное правило для любых салатов с майонезом, если это, конечно, не селедка под шубой, майонеза не должно быть слишком много. Теперь берем какое-нибудь однотонное, красивое, плоское блюдо и выкладываем на него зеленый лук. Мне кажется, мой лук здесь немножко подвял. Надеюсь, ваш лук будет выглядеть лучше и красивее. Теперь берем помидорки и с помощью чайной ложки, аккуратно, чтобы ее не повредить, фаршируем салатом. И дальше просто выкладываем наши тюльпаны. Посмотрите, помидорки точно похожи на тюльпаны. Выкладываем их на зелень так, чтобы они напоминали настоящие цветы. Посмотрите, как это красиво и очень-очень празднично и вкусно. Приятного вам аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...